всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале поминь бай очередной наш объект дом газосиликата и крыши крыши мягкая кровля выход слава богу есть но я имею до выход на кровлю что по ней можно ходить через это окошко который сейчас открылась конечно подниматься не буду на крышу поэтому буду лестницу закидывать и вот этот грибок который вы видите обшиты профилем вернее кирпичная кладлака обшита профилем и грибок стоит мы будем прорезать через общий грибок так еще есть рядом вентиляция и проходить через него для того чтобы напоминаю вам дым который будет выходить не подсасывал в тягу это раз и второе чтобы увеличить срок эксплуатации именно самого грибка потому что если через грибок не пройти он просто выйдет из строя кто так работает не я правильно я так не работаю обязательно увожу за общие грибки для того чтобы мои заказчики спали спокойно и и ночью не просыпались от того что у них помещение пахнет дымом идем помещение сейчас в каминный зал где будет стоять печка козла к 6 150 выхода перед вами сейчас штроба изначально когда я приезжал здесь была сделана кирпичная кладка и газосиликат он опускался вниз то есть она была полностью зашита что было решено из практики я советую делать задние выходы если есть возможность на этой печи козла к 60 производителя кратки родной патрубок идет сверху он перекидывается назад еще одна особенность у этой печи если честно я не знал они могут выпускаться 150 и 130 выходе тоже когда я последний раз смонтировал такую печку выход был 130 производитель конструкции внес изменения поэтому теперь они делаются 150 выходом объясняет это тем что когда ставите дымоход наружу 130 диаметра эти плиты у них просто раскалывались раскалывались по следующей причине тот монтажник кого нет опыта он просто опирает дымоход весь на вот эти вот патрубки и они в итоге просто чугун раскалывается растрескивается вопрос именно стоял не в том что неправильно конструкции печи из-за неправильного монтажа дымохода сейчас они внесли это изменение везде ставят 150 не знаю как это повлияет если честно потому что от неправильного монтажа и 150 и патрубки они тоже трескаются ну время покажет производитель решил так сделать возможно где-то прав он почему прав потому что одно дело когда температура уходит 130 диаметре и на 150 нагрев металла будет разным потому что площадь дымохода сама увеличивается может только из этой точки зрения что нагрев трубы будет меньше и расширение меньше об этом можно разговаривать много ладно поэтому что мы сделаем стопе чудо-тва труба перекинем назад у него будет задний выход и будет два тройника то есть один тройник будет стоять на подключение и 2 тройник будет для прочистки это необходимо это очень важно потому что конденсат у вас будет конденсат всегда есть конденсата вы никуда не денетесь вопрос в том куда его отправить если ставить просто угол 90 то что произойдет после конденсат вот сейчас у вас в печку и снова уже запахи появятся очень неприятны и так делать нельзя так сделать не надо вам обязательно один тройник для подключения 1 тройник для прочистки если вы не ставить один тройник для прочистки то можно и с одним тройником сделать но сборник конденсата должен быть для того чтобы вы могли прочищать дымоход сами в любое время дня и суток не нанимая трубочиста чисто и ни от кого не зависит это очень автономно и это правильно я сторонник того чтобы заказчики меньше усилий прикладывали процессе эксплуатации именно по дымоходу чтобы не было у них никаких неудобств все единство что я еще здесь расстояние должно позволить эту часть мини ритм постараюсь зашить немножко неровно здесь кладка но посмотрим как она ряжет почему мини ритм хочу зашить для того чтобы тепло распределить что если я сразу тройник поставлю здесь и ставлю без какой-нибудь воздушной подушки воздушного зазора то будет температура передаваться наружу поэтому поставлю крепление мини ритм служа и вверх мы пойдем уже овалом 100 на 200 вот этот пеноплекс я уберу там будет квадратная вернее прямоугольная шахта 130 на 250 240 потом 100 на 200 вал должен стать сомневаюсь какие-то проблемы у нас будут все приступаем к работе и покажу вам уже когда смонтирую сами дымоходы которые будут стоять это будет овал 100 на 200 толщина металла 1 миллиметр 430 марки стали конечно сертифицированная труба я продаю только гостовский в наш на ютюбе мне очень часто спрашивают если сертификаты до сертификаты есть с какими производителями работаю с psd и с технологой на данный момент так по трубам буду монтировать 100 на 200 овалы толщина 1 миллиметр 430 марка стали вот два тройника пошел для подключения котла и один тройник для прочистки будет стоять снизу сборник конденсата сборник конденсата проваренный обратите внимание и он также проварен снизу для чего это делать для того чтобы конденсат не разъел то есть точечная сварка в зависимости от производителя на овальных именно в стаках она отваливается потому что кромку делают и таким вот образом отгибают материал и проходит точкой так делать неправильно я считаю кромка должна надо загибать металл на 90 градусов и проходить сваркой точечной либо роликом прокатывать но не просто . там через сантиметр он пришел к выводу что это одни из лучших сборников республики беларусь так метра что эта вставка пойдет скорее всего на подрезку для прочистки и вот овал на 200 их сваркой с раструбным соединением вот раз трупы обратите внимание вот он бугорок еще один момент это крепление в кирпичной шахте грибок шапка наполеона обязательно проклепаем везде точки поставим потому что без точек он разваливается все грибки разваливаются и здесь у нас это кольцо уплотнения вам могут сказать что таких колец нету таких колец не продают не такие кольца есть и где вот надо под заказ вот это кольцо уплотнения ставлю для того чтобы ультрафиолет не разваливал вам герметик то есть это дополнительная защита все приступаю к работе овальная труба 100 на 200.1 миллиметр вышла через общий грибок вышла мы и пропустили аккуратненько труба вышла по центру это радует шахты здесь довольно большая 190 она получилось как-то непонятно на 240 как получилось так получилось мы работаем всем что у нас есть все порезали грибок обязательно видите герметик ставлю ставлю красного цвета герметик обычно силиконовый полиуретановый либо там нейтральный герметик здесь все силиконового убрать вообще нельзя вот всех в этой теме полиуретановый либо нейтральный просто расплавится не говоря уже пробит поэтому красного цвета гермет поставил и вышли наверх все кольцо уплотнения для чего кольцо уплотнения объясняю она необходима для того чтобы герметик защитить в первую очередь защитить герметик это очень важно поэтому обязательно я кольцо уплотнения ставлю когда она стоит дымоход имеет законченный вид все и грибок наверх грибок обязательно на заклепочки никак потому что будет если не поставить заклепки то будет как у соседа сейчас вам покажу вот такой вот грибок поэтому работа складывается именно из таких вот мелочей кто-то скидывает на цене конечно никто не будет ставить заклепки зачем это лишняя работа и уезжает все поэтому обязательно заклепки везде здесь наверху не ставите готовьтесь к полету грибка если не будет стоять обязательно конечно вот эти вот элементы необходимо раз трубное соединение грибок вставляется вовнутрь все идем мы теперь вниз покажу вам что мы сделали и как мы сделали подключение к камина вернее печи камин сейчас мы заканчиваем уже работу один нюансик есть то есть вот это вот шиберная заслонка 150 диаметра заявленная заявленный размер который по трубок вот это выходит на этой печке 144 145 миллиметров то есть 150 труба она люстит очень сильно поэтому здесь два варианта либо вы либо я когда есть возможность ставлю термошнур если термошнура нету снова же это термошнур должен быть наклейкой основе как правило довольно толстый это в районе трех четырех миллиметров кто работает в этой сфере знает что его тяжело найти да но он есть поэтому самый простой вариант обмазать герметиком на герметик накладывается не на печке накладывается вот на этом сегменте после того как положили герметик можете вставлять печь снова же здесь отделка еще пока не знаю какое-то время не будет ее поэтому герметики если ставить надо вот здесь здесь герметик ни в коем случае не надо ставить машина входит очень плотника дружно они друг друга вставляются и когда придет вопрос отделки уже шибер просто достается вместе с печкой скорее всего он приклеится к патрубку и все достали сняли отделали стеночку и ставили обратно снова через герметик вот когда уже конечный вариант делаете можете для успокоения души поставить на этот стык герметик но не забывайте эти герметики они на дымоходах из нержавеющей стали из стальных дымоходов они со временем разваливаются и теряют свою свое назначение об этом надо помнить и не забывать давайте немножко расскажу что мы здесь поставили внизу стоит прочистной карман он обязательно должен быть без него никак не важно как он сделан на этом объекте у нас он выглядит именно таким вот образом снизу сборник из-за конденсата сюда денется потом заглушка для того чтобы конденсат не начал капать на газосиликат и все расстояние 50 сантиметров до центра печи поэтому нам пришлось еще подрезать сам тройничок это ровненько соединение на 6 сантиметров мы опустились теперь по центру нас вот до этой трубы соответственно печки ровненько 50 сантиметров все укрепление 1 здесь 1 здесь и пошли мы вверх в шахту выскочили и труба полностью загилизована в канале труба обязательно собирается на герметик и по конденсату почему здесь обязательно объясняю я на все время которое работаю работал и работаю не встречал овальных труб с идеальной геометрии ни разу что в этих вот местах постоянно бывают какие-то зазоры это не диаметр это не круглая труба где определенного диаметра где можно герметик не ставить до навальных трубах герметики надо ставить скорее всего это даже необходимо еще раз повторюсь что идеальная форма на все время которое я работал не важен какого производителя литовский белорусский либо российский единственное что только не работал с украинской трубой на этом я заканчиваю свою работу давайте уже поставим сейчас мы печку подсоединим и вот так она выглядит почти в законченном варианте почему почти наш когда у таблицуется все с кирпичками кабанчики будет вообще супер сейчас ее можно будет эксплуатировать правда не сейчас а через два дня можно будет запускать получится сделаю по ней обзор очередной вполне интересная вполне бюджетная в своем сегменте она очень сильно сидит эта печка и беларусь она очень очень популярна плюс завлекалка такая вот есть 10 лет гарантии производитель дает и очень полезная у нее функция есть особенно у кого есть маленькие дети я не беру конструктив по ней немножко позже расскажу такая вот ручка сейчас вам покажу что за ручка волшебная вот такая ручка которая позволяет открывать и закрывать то есть вы закрыли и достали и все дети ее не откроют вот эта функция у меня в свое время эту печку покупали только из-за того что есть вот такая вот ручка чтобы дети не смогли открыть не дай бог смешно не смешно но это очень функционально и довольно такой ход который позволяет выделить среди конкурентов все всем хорошего настроения с вами был дмитрий михайлов comment by у кого заказывать дымоход вы знаете кто смонтирует его думаю говорить вам не нужно что до новых встреч не забывайте подписываться на мой канал и кто хочет видеть мои видео на моем канале который я буду публиковать нажимайте на колокольчик не забываем нож если вы оповещение не нажмете то видео вы скорее всего получать не будете всем всем хорошего настроения пока и